Привет, друзья, Александр Преподобный. Сбивали, сбивали, да не сбили во временно оккупированном городе Луганск, украинском городе. Громко и жарко, горит нефтебаза. После очередной атаки беспилотников сотрудники МЧС разъезжаются по сектору, чтобы не стать удобной мишенью для украинских боевиков. Возгорание на территории нефтебазы продолжается, но при этом угроза с воздуха также остается. Мне, честно говоря, вообще нравится, как вот эти персонажи зашли на территорию чужого суверенного государства и называют теперь силы его обороны боевиками. Логика фашизма, она же не меняется, да? Пока беспилотники летают, кстати, над временно оккупированными территориями Украины, над самой Россией, вертолеты падают. И нет, их не сбивали. Вот, например, Ставропольский край экстренно сел в поле Ми-2. Отказал двигатель? Приехали. Вертолет упал. Топливо разлив идет, да? Пилоты. Смотри, там двигатель горячий, может быть, топливо течет. Вон, топливо разливается. Один был. Уходи. Санкции в действии, ведь запчастей на замену нет, несмотря на то, что мы санкции периодически критикуем. Бункерного деда это слегка расстраивает, и, очевидно, сегодня он собрал новых иностранных послов и пожурил за то, что не со всеми странами складываются, видите ли, у фашистовающего государства теплые отношения. Наша страна десятилетиями надежно, без сбоев снабжала Федеративную Республику Германии по доступным, приемлемым ценам и экологически чистым газовым топливом и нефтью. Нынешнее замороженное состояние отношений с Россией, причем не по нашей инициативе, хочу это подчеркнуть, невыгодно, но оно невыгодно ни нам, ни вам, но прежде всего, на мой взгляд, Германия. Германия активно помогает Украине, это факт. И российскому диктатору это не нравится, учитывая его предыдущие отношения с Меркель, да и вообще с Германией. Но будем реалистами. Сейчас ситуация, давайте так мягко выразиться, для Украины не самая лучшая. Россияне нащупывают пробелы в поставках от союзников и усиливают свое давление. Пропагандисты от этого, конечно, ликуют. Так Украина в критическом состоянии, Западу надо готовиться к плохим новостям и очень сложным решениям. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Столтенберг, тут же внесу уточнение, под сложными решениями Столтенберг подразумевает ни в коем случае не переговоры с Россией, а переход к обороне и тотальную мобилизацию. Пропагандисты, конечно же, радуются и медлительность Запада воспринимают за слабости и за победу Путина. Давайте вот сейчас, друзья, уберем вот эту недосказанность, я не люблю эти вещи. Стратегическая оборона это единственный, по сути, вариант сохранить боеспособность армии, когда средств для наступления не хватает. А сохранение армии Украины, я думаю, это ни для кого не секрет, это сохранение украинского государства. Думаю, эта формула ясна каждому. Меня вообще радует, я вам так скажу, если вообще можно говорить радоваться в этом контексте, скажем так, вселяет оптимизм, то, что Белый дом тоже начинает понимать опасность ситуации. Поэтому срочно, вот сейчас обратились к Конгрессу относительно помощи Украине. Ведь если ее не будет, тут все просто. Выделенные средства заканчиваются до конца года. И логично, что это ударит по поставкам из США. И далее основная нагрузка пойдет на Европу. А справится ли Европа, дофиге ее знает. Зеленский и правда в этой связи распорядился залить в бетон всю границу от Волыни до Сум. Правда, на вопрос, что делать, ни в Киеве, ни в НАТО никто не ответил. Столтенберг посоветовал обращаться к самим украинцам. Запад при этом видит, что Киев ведет дело к бесконечной войне. И хочет с этой войны соскочить. Но давайте еще про помощь от США. Сейчас не просто так все происходит. И вот эти информационные вбросы. Вот одним из них является то, что нехватка мощностей для Украины и Израиля сейчас может появиться в отчете Пентагона. Итак, речь идет о проекте первой в истории США национальной оборонной промышленной стратегии. И в ней говорится о том, что американские компании пока не могут производить оружие достаточно быстро. Документ этот еще не обнародован, но я думаю, это вопрос времени. Что я вижу в таких сливах? То, что круги, скажем так, понимающие, что Западу нужно либо унижаться реально и терять свое влияние в мире, либо перестать выдумывать сказки для себя в том числе, и реально перейти на усиленное военное производство для основных союзников, таких как Украина. Иначе зачем вообще вот это публиковать? Так что ждем новостей, которые, я уверен, нужны не только нам, друзья, но и всем, кто называет себя частью Запада. То же касается и Европы, без исключений. Пока житель Берлина не поймет, что война за несколько тысяч километров от его города касается, и вот точно так же результата не будет. Кстати, если вы согласны, друзья, об этом пишите в комментариях. Если не согласны, тоже пишите. Ведь все прекрасно понимают, что Путин в это время от таких изгоев, как КНДР, кстати, самая подсанкционная страна мира, ну или одна из, получает снаряды. И так и хочется спросить, а что там в КНДР с мощностями? Все нормально? Друзья, я думаю, честно, все будет. Ведь кто-то же переводит вот эти обращения Путина на местные языки. Послушайте. Если они будут проводить такую политику в отношении людей, которые хотели жить в той или иной стране, работали там, создавали какие-то блага для этой стороны, и с ними будут так по-свински обращаться, то в конце концов они сами с таким свинцем и столкнутся внутри своих страхов. Путин начал угрожать Латвии из-за якобы свинского отношения проживающим там россиянам. И причиной для этого стали, догадайтесь, трех раз, по словам диктатора, притеснения русскоязычного населения. Блин, где-то мы это уже слышали. И начало специальной военной операции, это не только борьба с нацизмом в Украине, это борьба глобальная, двух великих держав, Соединенных Штатов Америки и России, в какой-то степени всех остальных, те, кто рядом, за новый миропорядок, когда гегемонт сегодня рушится, и предельно понятно, что он рухнет. Мы понимаем, что окончание Третьей мировой войны, которая сегодня по сути происходит, как сидишь, убрать по большому счету, это должен быть какой-то договор. Все говорят, что это, ну, что-то типа Ялты. Договор, Ялта, Путин, Си Цзиньпин делят мир. Класс, да? Вот о чем они мечтают. А вот давайте теперь представим, друзья, ведь ни для кого не является секретом, думаю, что многие бы хотели, вот, как говорят там всякие либералы российские. Ну, это просто перестать стрелять, не убивайте друг друга. Вот просто заканчивается огонь. Что произойдет дальше? Россия уйдет с линии фронта, уйдет из наших городов, из Авдеевки. Украине дают членство в НАТО, размещают над подконтрольной нам территорией базы НАТО. Нам дают ядерное оружие, может быть, которое мы можем использовать как щит от этих психопатов. Нам дают, может, 200 F-16, чтобы мы могли на подходе уничтожать всю военную технику противника. Может быть, нам дают 50-70 систем Патрио для защиты городов. Какие вообще есть гарантии того, что Украину опять не попробуют уничтожить за 2-3 дня? Ну, только уже реально, да, а не вот вымышленно, как прогнозировали изначально. Мы уже вывезли чудом начала войны, когда, простите, мы даже сами офигели от того, что вытворяла наша артиллерия и пехота в Буче, Гастомеле, Подерпенем. Второй раз делать чудо? Ну, знаете, не факт. Если вы не согласны, кстати, или согласны с моими тезисами, напишите об этом. Я вот что думаю. Сейчас России нужна передышка, чтобы дожимать тех, кто так и не понял, к чему все идет, любой ценой причем. Поэтому и наступают активно на нескольких фронтах. И используют свои каналы для дестабилизации, господи, в Европе. Вот, например, блокада украинских фур. Ну, о чем речь? Польша, Словакия. Сейчас уже и Венгрия с этим сумасшедшим Орбаном подключилась. Это все было. Вот про это надо говорить. Городиться своей страной, своими правителями. Тогда у нас не будет никаких оглядок на Запад, а как там. Да фиолетово, как оно там. Ну, прощи, как ты будешь... Мы должны сейчас все собраться, я вообще мир имею в виду, ну, и мы в том числе, активно донатить на те же дроны. Эти FPV, их можно закупать, не дожидаясь одобрения и каких-то поставок. Ведь борьба идет каждый день. А значит, и уничтожать технику врага нужно каждый день. Кстати, напомню, Путин собирается увеличить армию на 170 тысяч человек. Вот интересно, зачем? Наверное, просто так. И потери в войне Российской Федерации здесь не при чем. По данным Министерства обороны, в целом, по стране с 1 января текущего года по 1 декабря, в интересах объединенной группировки войск приняты на военную службу более 452 тысяч человек. В общем, друзья, к концу года полмиллиона отправят на войну. И это только по контракту. Но в связи с этим у меня вопрос, Димон, еще разочек. А где делись предыдущие ваши, можешь не отвечать, мы знаем. Нос не вешаем из роты из 86 человек, нас 7 человек вышло. Поэтому нос не вешаем. Мы 7 человек остались, чтобы обратно вернуться. Ты упомяни, что чистый спирт пьем. Чистый спирт пьем. Мы такие суровые мужики. Нас 7 человек вышло, нам Всевышний разрешил еще пожить. Ну и правда, а чего вешать нос? Впереди еще столько спирта не выпитого. Нашим ребятам ничего объяснять не надо. И фраза про то, что мораль на войне просаживается, это вранье. Как раз кристаллизуется. Становится понятно, кто есть кто. Так что это у них, у нацистов. А мы четко понимаем, за что мы воеваем, как мы воеваем и почему мы воеваем. Хотелось бы знать, а за что и почему. Но вы этого не скажете, конечно. Потому что уже и сами не знаете. Деноцификация, она превратилась в желание просто оттяпать себе Украину. Ну вернее, как превратилась цель. Это изначально и была такой. Просто не все это понимали. Сейчас обсуждаем новый проект вместо Майдана незалежности в Киеве вернуть или сделать какую-то русскую площадь и там сделать аллею русских царей. Теперь вопрос у нас только не в том, делать или нет, а в том, какие русские цари достойны там стоять. В целом мы уже сейчас должны создавать образ будущего на территориях и в Одессе, и там в Днепропетровске и так далее, и так далее. Чтобы, ну и для них, чтобы было понятно, как это будет круто на самом деле. Мы должны показать, как это будет круто. Что такое русский мир пришел? Немножко обтекаемо говорить, я скажу проще. Что генплан Одессы, Киева и Львова готов уже процентов на 80. Перед вами клоуны, друзья, опасные вооруженные клоуны, которые 10 лет почти не могут взять Авдеевку. Кровожадные клоуны, кстати. И они активно обсуждают, как берут Львов, Киев, Одессу. Моя любимая рубрика, кстати, сейчас будет. Вот, а кому нужна эта Одесса? Вот вам, жители, да, великой державы, которые просят провести им сотовую связь, населенный пункт. Такие просьбы в 21 веке. Но в этом, конечно, виновата НАТО. И вот против них и надо воевать. В деревне Бозово, Неспетровского района, Челябинской области обращаемся к органам власти. На дворе 21 век, а у нас в деревне до сих пор нет сотовой связи, интернета, медпункта, магазины, работы, автобусного сообщения. Зато есть портрет Путина в каждом доме, чтобы сразу знать, кто всем этим не обеспечил. В наше время без сотовой связи, интернета не обойтись. Для того, чтобы обратиться в госучреждение, нужно зарегистрироваться на госуслугах, иметь электронную почту, личный кабинет. Чтобы записаться, например, в больницу, нужна сотовая связь. Наши дети не могут полноценно учиться в школе. Для этого им тоже нужен интернет. Нет времени спасать россиян. Нужно срочно бежать волонтерам на войну. Просто посмотрите, да, вот говорят там, москвичи не хотят войны. ВДНХ, Москва. Вот желающие попасть на форум волонтеров под названием «Мы вместе». Пока весь мир готовится к Рождеству, нормальный мир. В России очень хотят готовиться продолжать убивать граждан соседней страны. Друзья, если вы тоже считаете, что миру пора протрезветь, иначе зачем вообще тогда разделять зло, добро, какие-то смыслы, какие-то понятия. Давайте просто, ну, скажем, блин, ну, нам нравится, когда, значит, убийца убивает. Мы ловим вот это удовольствие, мы прогибаемся перед силой. Мы вообще вот такие. Или нет, или тогда, ребят, побеждайте это зло, а мы вам поможем. Подписывайтесь, друзья, на канал Грощи, ставьте лайк этому видео, нажимайте на колокольчик. В комментариях напишите, какие новости у вас вызвали, возможно, какие-то эмоции бурные. Вот. Комментарии всегда читаю. Пока. Субтитры подогнал «Симон»